Ребята, привет! С вами Игнат. Ничего я не планировал записывать, не хотел ничего записывать, но вот кое-что произошло. В общем, я сейчас пришёл из зала. Сегодня 26-е. Ящик я... Ну так, смотрю почтовый каждый день. Есть там что? Нету. Вчера тоже смотрел. Ничего там не было. Сегодня пришёл, открываю. Открываю ящик, а там это... лежит уведомление. Вчера его не было. Что? Мне на почту пришла посылка. Я жду, конечно, посылку. Но я жду посылку из Китая. Я заказал красивый чехол на телефон. И... Ну, из-за коронавируса он долго идёт. И... Как бы... Извещение из Москвы меня удивило. Но сейчас я вам покажу. Я удивился ещё больше, когда увидел то, что пришло. Пришла вот такая коробка большая, килограмм триста. Посылка из Москвы. Я не буду адреса валить ни свой, ни того человека, кто отправил. Мале... Малёшина или Малёмина Ирина Владимировна прислала посылку. Это очень странно. Потому что я никому никогда свой адрес не говорил. Но одной девушке говорил в нашей группе в WhatsApp. Она там хотела какую-то мне стойку отправить. Но в итоге она её не отправила. Она мне сообщила, что стойка явно не в такой коробке была бы. В общем, это очень странно. Я иду, держу... Ну, сейчас буду дома смотреть, что там в этой коробке. И самый прикол, я вам сейчас расскажу. Сегодня... Сегодня 26-е, а написано было, что посылка будет храниться на почте до 25-го. При том, при всём, что я смотрел. Я жду, говорю, холод от Алиэкспресса. Я проверяю ящик каждый день. Ну, что, идёшь, заглядываешь в ящик по Любасам. И вчера, когда я смотрел 25-го, в последний день, когда она должна была храниться на почте, никакого извещения не было. Но я думаю, блин, это же почта России. Если они сказали до 25-го, значит, она до 25-го хрен знает, где-то какого будет храниться на почте. Я собрался и побежал. Короче, сейчас вскроем, посмотрим. Ребят, всё, я дома. Я быстро, быстро, быстро разделся. Видите, я как оброс. Я уже так давно влоги не снимал. Я так, когда на даче был, снимал влогов и их выкладываю. И за это время, пока я, короче, надо стричься. Прям зарос, зарос, зарос сильно. В общем, смотрите, вот она, ребята, коробка. Я оторвал адреса, но ещё не вскрывал коробку. Так, я не знаю, как мне камеру взять. Так, ребята, в общем, скрываю. Я, кстати, сейчас по дороге поделал здесь что-то это, блинчит. не галька ли смоле. Весит, говорю, 1,3 кг. Так. Вот что мы имеем. Господи, это орехи грецкие. Я так ещё и подумал. Это, наверное, кто-то из подписчиков позаботился обо мне. Арифов послал, что ли? Потому что они такой прям звук. А, и кишью. А это? Так, сейчас я вам покажу, что это под кишью. Вот, видите? Так. В общем, вот. Я вот так вот высыплю одну, две. Это не кишью, это я забыл, как называется. Это миндаль. Господи. Ирина Владимировна. Мне третью зовут Ирина Владимировна. Из Москвы. Какой вы молодец. Вы знаете, что я обожаю. Так, ну-ка, здесь. Здесь тоже. Это миндаль или кишью? А, какое кишью, блин, колхозник? Это миндаль. Вот. Мои любимые грецкие орехи, миндаль. Так, вот такая еще есть. О, майный гад. Господи, как это мило. Мармеладки с грецким орехом. Ну-ка, здесь. Письмо. Так, я не буду маленького чуда каждый день. Привет, Игнат. Дорогой наш блогер. А, спасибо тебе, что спасибо тебе, что сплотил нас в любви к родине и Крыму. Это маленькая, вкусная, полезная благодарность. Не болей, пожалуйста, нам нужны твои видео. Ирина, и вот этот ник Ирины, наверное, на Ютубе. по скрипту. Мармелад натуральный, его можно худеющим. Урбич редкая гадость на вкус, но очень полезный. Моему сыну его прописал кардиолог. Вкусно добавлять мед, масло, соус, кетчуп, просто на мясо. Вот такая посылка. Такой котик письмо я уже показал, прочитал. Я думаю, что ничего тут так приятно, так приятно, ничего секретного нет. А мармелад натуральный, ребята, из сока, вы представляете? Японский городовой. А вот это, наверное, вот этот Ирбич. Ну-ка, сейчас я открою. это, вот про это написала, написала Ирина, Ирина, что вот эта вот гадость, наверное. Сейчас посмотрим. Найду гадость. Кардиолог, видите, все равно Ирина нам прописала. Так что это все полезно. Так уберется. Да, ребята, это Урбич из семян конопли. Без ГМО, 100% натуральное. Я сейчас, ребята, так почитаю. Профилактика сахарного диабета, рака, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, прекрасно заменяет мясо, афродизиак, улучшает пищеварение, выводит шлаки. Полезно употреблять при сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, желудочно-кишечных заболеваниях. Рекомендуем смешать с медом. Это так, мило, у меня мед есть. Сейчас намешаю. В общем, Ирина Владимировна, вы прям знаете, что мне посылать. Спасибо вам огромное. Я как раз в зала иду. Я сейчас знаете, что сделал? Я сейчас сделал запещёнку. Я это, конечно, воблок не снимал, ничего не снимал. Я в чехушку зашёл в сабвей, я уже давно не ел ничего мучного. Я съел саб дня и съел маленький такой кусок торта со сгущёнкой. Я уже две недели ничего попечённого не ел. Меня сотрясло от одной мысли, когда я сабвей увидел. Я съел его и прогулялся, пришёл до дома пешком. И всё равно я голодный. Господи. Спасибо вам большое. Всё, будете всё пробовать. Я всё-таки всё выяснил. Уже на улице потемнело. Кстати, сейчас вот время 7 вечера, а на улице ещё такие сумерки. Довольно-таки ещё сутло. Всё-таки это Ирина отослала, которая мне хотела стойку, потому что я сопоставил все факты. Я больше никому адреса так не говорю. Ирина. Ирина сказал, потому что она мне хотела стойку отправить. Ну, что-то она хотела какую-то стойку или держатель, какой-то крепёж. Говорит, всё равно нам не нужна, а тебе пригодится в съёмках. Я думаю, ну ок. И написал адрес. А больше никому адрес не давал. Но если есть желание, я дам. Шучу. Нет, не шучу. Я, в общем, грею кушать. Сегодня, конечно, я охота было сказать матершинное слово. Я две недели держался, ничего сладкого не ел, кроме, знаете, чуть-чуть варенья. Сегодня я сабве этот съел, вот такую со сгущёнкой. Там, типа, знаете, типа это такая медовая со сгущёнкой, медовик какой-то со сгущёнкой. Этот медовик съел и сейчас орешков нажрался с мармеладом. Я съел орехов, поел орехов, поел мармеладки. Всё, сегодня я точно ничего не буду есть, кроме чая. Ну вот сейчас я ещё время, мне надо было в 6 последний раз я стараюсь есть. Но я нажрался для сладкого, какой у меня есть в 6. Поэтому я вот сейчас без 27 вон что я себе погрел. я не могу на себя смотреть, у меня так волосы обросли. Так, зараза, быстро волосы растут. Сейчас покажу. Вот капуста у меня есть тушеная. И есть ещё сало. Сало вроде как можно. У меня есть ещё печень с подливкой есть ещё, но мне кажется, что я уже такие калории превысил. Капуста вроде сильно не должна навредить. Поэтому воду есть капуста, очку. Я так хочу в этом самоваре чай скипятить, который мама мне привезла тогда. Я не помню, показывала вам, нет? там даже инструкция от него лежит. Наверное, лёвый самовар из Беларуси не приехал. Мама привезла. Мама взяла билеты на 20 мая, по-моему, или 23 мая. Хармур, нормальный, по нормальной цене, по пенсионным ценам достались билеты в этом году. так что сейчас март, апрель, ещё 2,5 месяца и мама приедет. Вот, и будем с ней, наверное, чай с самовар и пить. Так, ладно, пока ещё не 7, а то я всем вообще уже поздно. Я, в общем, стараюсь в 6 вечера последний раз поесть за этот день, а потом или же ем яблоко, там что-нибудь такое, или нет, яблоко я не ем, что я вру, я яблоки не очень вру, грушу ем, или банан, или ещё что-то, но банан тоже это вроде как тяжело, но я думаю, всё равно банан это лучше, чем бутерброд с колбасой. А из сладкого я ем только варенье, пью чай и прикуску с вареньем. Перестала и все зефиры есть, перестала и всё есть, и вот сегодня сорвался, но правда, реально, 2 недели я ничего сладкого не видел, меня сегодня, я как увидел этот сабвей, меня аж заколотило, как я захотел этот сабвей, а потом ещё думаю, ладно уже, я раз пошла такая жара, я домой пошёл, я сейчас ещё пешком хожу в зал, пешком хожу из зала, погода замечательная, дождей нету, сухо, это всё равно лишние калории тоже тратится, тут идти 20 минут, и я подумал, раз пошла такая пьянка, всё равно я уже себе сегодня всё испортил этим сабвом дня, ну и сожрал эту полоску, теперь я хожу и ненавижу себя, ладно, ребят, буду есть, ай, пока ещё не сильно поздно, не хочу показывать свою прическу, вон какая брошь, приятного мне аппетита, и ещё, ребят, кое-что я вам хотел показать, в общем, кто подписан на мой инстаграм, вы, конечно, видели, как я на днях пошёл в магазин, и я офигел, это было 23, да, конечно, уже поздновато это, но лучше поздно, чем никогда, я не знаю, по телевизору показывали, это целиком показывали, в общем, я иду в Дикси, смотрю, и начался, я вот прям вот так вот, и я всё время шёл на набережную, чтобы смотреть этот салют подальше, и я такой думаю, а нафига я туда ходил, вот сейчас я вам покажу, это место, откуда я смотрел салют, это прям замечательное место, в общем, ещё бы на минутку пораньше я вышел, даже на полминутки пораньше, и я бы спустился в магазин, кстати, нет, он был очень долго, я бы даже и купил то, что надо было, и вышел бы, и всё равно бы я увидел этот салют, короче, снял я этот салют, посмотрите, такой, ребята, салют крутой, это я возле дома, вообще смотрю, вот, ребята, метро Чернышевская, я сзади обхожу, сейчас я вам покажу, стоит там каждый день, булочка с молоком, ну, в общем, молоко там на разлив продают, створок, ещё что-то, тут всегда такие толпы возле этой машины, но вот сейчас, ну, вот сейчас не очень много, но всё равно он есть, а так, прям здесь такие толпы, 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 тут и этого молока нету в магазинах, вон, видите, бабульки, ну, я говорю, здесь прям дофига, дофига народу собирается, как я шёл в 11, ну, наверное, то был выходной, в 11 утра, снежинки продают, и там такая толпа стояла, капец, восстания людей, как всегда, много, все по делам бегут, спешат, ну, и мы тоже, не без дела, мы идём, я за то, что вчера, господи, в шортах, сзади идёт, сбоку идёт чувак, я не знаю, видно, не видно будет, вон, вон, в шортах, в общем, за то, что я вчера сожрал столько всего вкусного, я сегодня снова иду пешком, и сегодня буду прям изнурительно заниматься, всё, всё буду делать в двойной, но больше трёх километров, конечно, я не доведу, потому что я уже километра три пройду, и назад домой тоже пешком пойду, короче, будет сегодня расплата за вчерашний сабвей, за вчерашний сабвня, за вчерашнее пирожное со сгущенкой, за вчерашние орешки и за вчерашние мармеладки, расплата сегодня будет по полной, буду заниматься, смотрите, окна как заделаны, я ещё, знаете, на что обращал внимание, вот, почему меня удивляют, окна заделаны, по восстанию идёшь и первый этаж, ни одной квартиры нету, всё, что-нибудь или кафе, или ещё что-нибудь, вот, кафешки там, где-то сумки продают, где-то ботинки продают, где-то ещё что-то продают, то есть здесь первый этаж, DVD до сих пор в подвале продают, все первые этажи отданы, ну, и запланированные, они, похоже, были под торговлю, а да, так изначально и было, видите, вот всё, всё это, кафешки, кафешки, и вот, когда идёшь, тем более, тут на восстании, я думаю, здесь аренда, наверное, дорогущая, и когда видишь, что вот такие окна законопачены, таких окон, на самом деле, много по Питеру, ну, просто помещение не используется, хотя бы подешевле, бы сдавали, там, лет пять, первые, чтобы люди порядок навели, вот, видите, распродажа, там, туда-сюда, везде что-то есть, нигде квартир нету, с улицы, это всё торговля, уйду я, ребята, с восстанием, в тишину, немножко, посмотрим, вот там, вот где, на стене, там нарисован цой, там, дети играют, на улице, тепло, хорошо, я говорю, как мне вот этот двор, нравится, если, в центре же негде, детям играть, а тут прям, такой рай, оазис для них, и самое главное, что машины туда не заезжают, вообще кайф, ладно, не играется, тут ничего так и не поменялось, за год, кумбы такие затоптанные, ну да, конечно, никакие клумбы не нужны, тут надо, чтобы мелкие везде носились, хотя, вот у них, вот эта вот площадка, довольно-таки, большая, душа моя требует, слазить на красный треугольник, а мне не с кем лезть, на красный треугольник, Вася, весь в делах, один, конечно, на красный треугольник, что-то, бледно, мусс лазить, я же как-то лазил туда один, не то, чтобы стремно, но, блин, там все такое полуразваленное, немножко стремно, все равно, надо туда, все-таки, лезьте, хотя вдвоем, кого взять, не знаю, вон, видите, замерзшая вода, здесь вот что-то высаживали, а что тут высажено-то, ни хрена нету, ой, а земля вообще такая вымершая, вымершая прям, вон он, цой, тут, имелось в виду, такая, видите, она какая, круг такой посредине, травка по бокам, наверное, такая прям должна быть, красивая, мне кажется, тут надо все, не галькой, вот такой вот, как этой, крошкой, гранитной засыпать, для того, чтобы дети везде носились, нафиг эта трава тут нужна, немножко по бокам посадить, чтобы было, так, я вот не помню, где-то я здесь проходил, где проходил, я тут, школа, наверное, тут закрыта, тут что ли я проходил, дворами, я еще вам показывал, там флиелечки, такие милые, бизнес-центр этот, смотрите, февраль месяц, растет, ничего не замерзло, охренеть, а вот он проход, кажется, сквозной, да, это на школу тоже, тут столько школ, кстати, блин, район-то огромный, котельная тут у них, совсем недавно я этот влог показывал, по-моему, ну, до нового года, где я вот этот флигельючек вам показывал, как он мне нравится, и сейчас мы прямо-прямо-прямо-прямо и на низком будем подыхать, тенек из тени, лучше как-то камеры снимать, вот он, такой милый, почему-то у него всегда окна закрыты, рульсторни, ну и так-то все, вот сколько тоже, этих висит, прям весь дом, шу-шу-шу, нельзя же в центре делать их, ну вот, которые холод отдают, колориферы, мне охота их назвать, ну все, мы на несколько, детей куда-то ведут, наверное, экскурсии, вон уже начались на этих больших автобусах, хотя они, наверное, всегда продолжаются, вот он мой зал, вон она площадь восстания, да, народа дофигища, и машин дофигища, вот он этот новый магазин, парфюмерный магазин, супермаркет, здесь всегда блогеры что-то ведут, красит, есть торговый центр в рекламе Samsung, видите, все поручни стали черные, не прозрачные были, но не поручни, а вот, балкончики, все Samsung, 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 вот видите, вот про это я вам говорил, Samsung, 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 все, как вышли новые Samsung, здесь сделали, главное черные, так они красиво смотрятся, вот мне еще чуть-чуть наверх, и выйдет мой зал, я наверное сегодня даже там поснимаю, а вон там мой любимый магазинчик, вот где написано Fujifilm, возле колонны, там я могу часами зависать, там всякие фотоаппараты, стойки, занимаются, занимаются, а вот он мой Alex Fitness, фу, уже пошли, вековой, в принципе, вот он мой зал, Вон там я бегаю, но тут я занимаюсь. Большой. Есть, конечно, больше, но это на Невском, так что надо учитывать. Пот с меня льется градом. Капец какой-то. Хорошо я себе поносил, хорошо я позанимался. Сейчас чуть посижу, дух переведу и начну дальше. Буду силовой. Сейчас кардио было. Сейчас начну силовой. Вот тут бар, вот тут вода, фильтр бежит, так что все у нас в зале. Круто и окейно. Вот тут еще, видите, много-много места, чтобы гантейнами заниматься. А вот за этими зеркалами там еще залки аэробики, всякая такая шняга. И туда еще можно, в общем, беговые вон там, я вам показываю, еще можно туда зайти за угол, там тоже, в общем, тренажер. Хорошая зима, февраль месяц. На великах, на скейтах катаются, блин, февраль месяц. Да и вообще, в принципе, погода от аса. Прям красота. В общем, больше двух часов я там был. Опять голодный, как собака. Тебя туда на голодный желудок не хожу, несмотря на то, что я поел и все равно тут прожрать. Ну, сейчас приду домой, устрою набег на холодильник. У меня там все полезное. И так вот этот балкончик, так эркер-балкон этот нравится. Видите, у них эркер и можно вытекать на балкон. Вот. Тоже, видите, в зеленой сетке, зараза. Я, ребята, сейчас буду есть все, что у меня есть. У меня есть, знаете что? У меня есть, я вчера чуть-чуть не доел капусты. Ее есть, конечно, не чуть-чуть. Я, знаете, так, чуть-чуть осталось. Я сейчас, короче, ем столько, ну, сколько не пихаю через силу себя. Сейчас я вам покажу натюрморт. Называется «Все, что осталось». А осталось, ребята, у меня немножко капусты, немножко печенки с макаронами. Вот это вот, понимаете, совсем по чуть-чуть. И я в себя не пихаю, чтоб не переесть. И... Тут у меня что-то гель для волос лежит. И осталось у меня, вот утром жарил яичницу, немножко яичницы. Еще салат есть. Сейчас я вот это вот все... Мешану я это все, и все это я доем залпом. Потому что это невозможно. Открываешь холодильник, немножечко там, немножечко там, немножечко там. Голодный, как собака. Все, буду греть. Позанимался я на славу. Ну, хорошо. Снова на весы я не встаю, ребята, уже месяц. Страшно, потому что вот... Не знаю, почему я встал месяц назад, ничего я не жрал. Ничего, ну вот, из-за прещенок ничего не жрал. А килограмм все равно лишний откуда-то взялся. Теперь я просто не встаю на весы, чтоб себя не расстраивать. Но все равно я туда хожу, все делаю и просто не взвешиваюсь. И, в общем-то, что? По роже я вижу, что все равно я похудею. По животу я вижу, у меня живот тут вроде спадает все лучше и лучше. Но на весы я не встаю. Ну и запрещенку никакую не жару, кроме вчера. Ладно, все, ребят, буду есть. Потому что сильно-сильно-сильно я голодный. Ребят, все, я на этом буду закругляться. Я, конечно же, поел, уже объелся. Я уже кое-что даже помонтировал. Хотел пойти погулять на улицу. Но думаю, что я завтра пойду. Я все в одно место. Говорю, что схожу, 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 схожу. Но так и не дошел туда. Так, чайник. Хочу чаечко попить. В общем, нет бы пойти на улицу. Я сидел, монтировал. Но мне сегодня вечером нужно будет кое-куда сходить. Я, наверное, поснимаю вечерний Питер. Все, в общем, я закругляюсь. Спасибо, что посмотрели этот влог. Подписывайтесь на канал, на этот, на влоговый. Основные ссылки будут в описании. Лайкайте видео. Я жду ваши комментарии. С вами был Игнат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok